Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Дарья Курмышкина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете открылся памятник Толстому и Габдуле Тукаю. К ФУ прошел конкурс ораторского мастерства. В Казанском федеральном университете стартовал день первокурсника. Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора прообразовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом в Японии, который приурочен к участию в форме наук и технологии в обществе 2019. А теперь к другим новостям. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл праправнук Льва Толстого, советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой. Визит приурочен ко второй международной толстовской конференции. Более подробно смотрите в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялась вторая международная толстовская конференция, в открытии которой принял участие праправнук Льва Толстого, советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой. Толстой считал, что не нужно, там, задача учителя не напичкать голову ученика объемом знаний, а пробудить в нем жажду познания, пробудить этот интерес невероятный. Ты делаешь это не для кого-то. Ты читаешь не для того, даже не для профессора, которому ты будешь отвечать и получать какую-то оценку. Ты это делаешь для самого себя, потому что с чтением каждой следующей мудрой и блистательной литературы ты становишься шире, ярче, богаче, для тебя открывается мир. Владимир Толстой также посетил и Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в котором совсем недавно открылся новый памятник Льву Толстому и Габдуле Тукаю. Вместе с первым проректором Риязом Минзариповым они возложили цветы в дань уважения великим писателям. Мне очень нравится, как это сделано. И главное, что в этом есть большой такой философский, гуманитарный смысл. Это такая объединительная и очень позитивная композиция, которая говорит о том, что жизнь устремлена в будущее, что и Толстой, и Тукай остаются с нами. Эта маленькая девочка символизирует следующие поколения, которые понесут с собой и русскую, и татарскую культуру. Цветы возложили к бюсту Льва Толстого, который был открыт еще в 2018 году и расположен в ректорском садике Казанского федерального университета. Лилия Талипова, Леонард Валерьяров, Универньюс. В КФУ начала работу Международная научно-практическая конференция Международное право в обеспечении процессов региональной интеграции. Подробности смотрите в следующем сюжете. 3 октября на юридическом факультете Казанского федерального университета состоялось открытие Международной научно-практической конференции Международное право в обеспечении процессов региональной интеграции. Следует отметить, что конференция, которая проходит в стенах Казанского федерального университета на юридическом факультете, она традиционно. Кафедра международного европейского права ежегодно собирает представителей юридической науки самого высокого уровня и практикующих судей европейских судов для того, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы в области международного европейского права. В конференции приняли участие представители Суда Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Меня восхитила аудитория этой конференции. Я так поняла, ученый мир весьма авторитетен. Здесь в основном профессорский состав, доктора наук, ученые-юристы, чьи мнения нам очень интересны. Мы это все слушаем, мы все это анализируем и порой применяем в нашей практике. Работа конференции пройдет в рамках четырех тематических сессий. Развитие процессов региональной интеграции в Европе и на евразийском пространстве, роль международных судебных учреждений в развитии региональной интеграции, теоретические проблемы правовой интеграции в международном и внутригосударственном праве, а также трибуна молодого ученого. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово». Мероприятие прошло в рамках научно-образовательного молодежного фестиваля, посвященного Дню русского языка. Более подробно смотри далее. В Казанском федеральном университете прошел конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово». Мероприятие проходит в рамках научно-образовательного молодежного фестиваля, посвященного Дню русского языка. Мы хотим обратить внимание наших школьников, студентов на правильную русскую речь, чтобы они продемонстрировали свои способности говорить правильно, четко и приобщились к выразительному чтению. Конкурс был направлен на выявление и поддержку талантливых школьников и студентов, повышение интереса к изучению русского языка и русской литературы. В нем приняли участие школьники с 5 по 8 класс образовательных организаций Республики Татарстан, а также студенты КФУ. Вообще я очень люблю поэзию, люблю просто литературу, искусство и, конечно же, обожаю читать стихи. Это шанс проявить себя здесь и раскрыть свой талант. Участников оценивали по нескольким критериям, такие как выразительность, грамотная речь, глубина проникновения в образную систему и техника речи. Подведение итогов конкурса и награждений состоится на церемонии торжественного закрытия ежегодного молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Стартовало, пожалуй, самое ожидаемое событие этой осени. Ежегодный фестиваль «День первокурсника» Казанского федерального университета 2019. Наш корреспондент Анна Глузнова готова поделиться самыми яркими событиями с концерта. За кулисами последние приготовления перед, возможно, первым и главным концертом первокурсников Казанского федерального университета. Эмоции от самого концерта, репетиции. Вообще, да. Все супер, все на высшем уровне. Институт физики просто самый лучший. Это твой первый выход вообще на сцену. Это мой первый выход на такую большую сцену. Волнуешься? Волнуюсь, конечно. Кто не волнуется? Выключается свет и у ребят остается всего пару секунд, чтобы настроиться на выступление. Начинается самый волнительный момент для многих студентов. Открывается занавес и стартует «День первокурсника-2019». Для многих студентов это их первый выход на такую большую сцену. Фестиваль «День первокурсника» стартовал в культурно-спортивном комплексе «Уникс» и начался он с выступлений студентов Института вычислительной математики и информационных технологий и Института физики КФУ. Для меня концерт – это способ показать себя. То, что ты умеешь, то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь. Показать это зрителю и донести до него некую мысль. Я еще со школьной скамьи занимаюсь театром. Я выступала на школьных сценах, на областных, районных. Сама я из Оренбургской области, но в таких больших мероприятиях участвую в первый раз. Я очень долго ждала этот день, потому что я очень сильно хотела поступить именно в этот институт. И сейчас, когда я стою на этой сцене, я чувствую себя очень счастливой. У меня небольшой опыт со сцены есть уже, и поэтому я не сильно волнуюсь. А так я просто стараюсь успокоиться и настроить себя на хорошую ладу. А успокоиться и настроиться нужно каждому, кто выходит на эту сцену. Ведь жюри и зрители чувствуют волнение из зала. Я сначала выдыхаю, делаю дыхательную гимнастику. Смысл о том, что я должна, я должна сделать это, я выхожу на сцену. Фестиваль «День первокурсника» – это танцевальные и вокальные номера, творческие постановки и миниатюры. Глубокие театрализованные истории о жизни человека. Мы будем показывать танец. Но это не простой танец, у него заложена очень глубокая мысль о том, что люди перестают быть самими собой. И когда только наступает ночь, они раскрываются. Ну, вы сами все увидите. Городом, размешиваем и снова. Никому не верю, никого не жаль. Жюри фестиваля предстоит оценить номера и определить лучших исполнителей. Торжественное подведение итогов традиционно завершится галоконцертом 24 октября с участием самых интересных номеров. Телеканал «Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию этого яркого события. А впереди еще выступления других институтов Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. До скорых встреч.